Но если есть в кармане карта Сбера, значит все. Ты подключен к аппарату искусственного дыхания, а билет на самолет состоит из атомов, недоступных к чувственному восприятию. Получается, мы в заставке игры. Можно сжать хоть на все клавиши. Электричка везет нас, куда мы хотим. Остальное приложится. ОМОН перешел на сторону народа. Кто-то побежал в магнит за водкой. Кто-то принес гитару и начал петь, все идет по плану. Кто-то начал пересказывать свои сны. Хотя это никого не интересовало. Все делали вид, что внимательно слушают. А под конец даже один ОМОНовец расплакался. Что с тобой? Да я просто детство свое вспомнил. Когда мать первый раз поднесла к зеркалу. Ведь у всех этих людей, ходящих по торговым центрам, нет иного выхода, кроме как заебашить друг друга, идти в рукопашную. Вещь существует для того, чтобы ее сжечь. Говорит он, затягиваясь яблочным паром. А потом замолкает, влюбленные в свою речь. Этикетка напечатана. Наклейте ее на пакет с товаром. Спой мне, Рот, о прелестях жилищной кухни. Спой мне, Армагеддон. Спой мне, Джаред Летов. Радиостанция. Я сейчас уйду без средств индивидуальной защиты. Пес смотрит прямо в глаза, словно раздает бесплатный вай-фай. Мне не сказать ни о чем, пока я здесь. А я хочу, как Путин, петь. И над Кремлем лететь. Спой мне, Армагеддон Летов. Дальше не продают кефир с крокодильчиком. Девочки будут стоять у полки с энергетиками, пока вселенная не сожмется. Собаки сходят с ума от жары и переслушивают по кругу дискографию гражданской обороны. Что ты купил? Любовь. Только песня, как прежде, поется. Я сегодня на Ваню упала и на Саню с жопой случайно села. Вечер, от которого останутся фонари бутусика, белые, как лекции Мамардашвили. Купишь ли Белл, спа-акции или 15 минут на электросамокате в бесконечную шутку города. Жизнь — это сертификат от Бога. Единственное, что дорого — видеть галлюцинации в темноте и прижиматься к тебе. Одинокий фазбендер танцует в леопардовых партках. Под ритмой немецкой волны, под ритмой немецкой волны, под ритмой немецкой волны, танцует в леопардовых партках. Кокаин выпадает из носа, Джеки Чан выпадает из носа, кокаин выпадает из кокса, стену крови, раздвинуть последней рукой. Все куда-то спешили, не жили, рвали жопы на жи сухожилье. И во сне нас степаши душили, одетые в костюмы обоновцев. Я верю только умалишенным, Сергеем Шнуровым и Полином Гагарином. Они опричены и беспомощны, как реклама. Одинэксбет на лице Гагарина. Три банки энергетика уносят в открытый космос. Небесный ОМОН увозит вселенную в автозаке. Песня «Моя оборона» побеждает на шоу голос. Ванга бьется в истериках и не улавливает знаки. Когда продавщица в табачке не может пробить штрих-код «Золотого Ёршика», мне хочется заорать. «Моя оборона»! Но потом все получается. Потом и проблема, что в мире все всегда получается. Боевые и свежие ацефалы выходят в город, захватывая власть над торжествующей деменцией сети торговых точек «Союз Аполлон». А мы так полагались на число. Вначале мы так полагались на число. Даже одного ученого в детском саду отпиздили. А он обещал, что когда вырастет, построит адские машины и всех нас уничтожит! Пересматривая ту сцену из «Терминатора 2», где Катрин Дынев резвится в постели с гориллой. Я теперь вспоминаю его недотеку из вишневого сада стеклянного глаза. Мне больше жидкий всегда нравился. Нам не хватает, конечно, на такси дают. Парень говорит, засовывая деньги в терминал. Он не знает, что смерть уже погладила и таксиста, и такси. «Вези меня, вези!» «Тонайт», как пел Морриси, с цветами в жопе, прямо к новогоднему столу. Еще кусочек президента остался. ...пострадал, восстановлена полость рта, расшифрован дневник инфузория, автономная канализация залива, бессмысленное сопротивление смерти, единственная работа для глаза. Никто не читает Дейлеза на улицах. Мы победили себя, как... Но не сквозь злую ночью, а сквозь роман Стивена Кинга бегущие или типа того. Только там за ними и ехали надзиратели, и те, кто останавливался, расстреливали. А тут сами все должны друг друга расстрелять. Вывели бодибилдершу. Все захлопали, как по команде. Я тоже был в этой бригаде. Бодибилдерша улыбается. И даже когда к ней выходит пузатый чиновник для фотосессии, сдерживается, чтобы не сказать. Где-то там умирают люди. Мертвая жизнь, как комедия с Лас-Ленинсом, как закладчик, перекопавший твой двор, как повестка прохождения призывной комиссии, как блогерские щи, говорящие одно и то же. Как твои посты. Я живу, чтобы лайкать твои посты. Как последний бункер в Алтайском крае. Как чеховская пауза. Бессмысленная, тупая жизнь. Девушка пела в подземном переходе. Все идет по плану. Хотя был день, и никто не был смертельно пьяный. Но вместо «При коммунизме все будет заебись», она спела «При коммунизме все будет хорошо». «При коммунизме» И тогда я понял, цензура есть. И она не на первом канале, а вот прямо здесь, на улице. И моей курицей накормили толпу. И толпу накормили моей курицей. Я помыл свои волосы жиром, оставшимся от куриных курочек, потому что в жизни нужно делать то, что не нужно, ибо делая то, что нужно, попадаешь в рабство одобрительных взглядов. А любовь это ненависть, дорогая. Если не нравится, как я излагаю, стихотворение это в принципе «Выбить из седла урода». Вот такая у нас порода. Счастливого Нового Года!